В сельском поселении Булатниковское состоялся футбольный турнир юношеских команд в рамках форума «Дни садов Бирюлева». Этот форум проходит вот уже в четвертый раз, и институт садоводства на нем представляет свою сельскохозяйственную продукцию. А параллельно для пропаганды спорта каждый год устраивают спортивные мероприятия. Подробности далее. Вот уже скоро школьники вернутся за парты. Но пока еще каникулы, ребята продолжают заниматься спортом на свежем воздухе. И в солнечный летний день в поселке Измайлова состоялся футбольный матч при поддержке Ростельхозакадемии. Он был посвящен памяти героя Советского Союза Василия Трушечкина, который стоял у истоков создания института и был его первым директором. Матч провели для того, чтобы рассказать об институте, который является центром развития сельского хозяйства в России и производит высококачественные материалы плодовых и ягодных культур. Для работников очень важно донести до всех, что отечественная продукция – самая лучшая, а также напомнить детям, что нельзя забывать о подвигах наших героев. Ежегодно мы проводим такой турнир, чтобы ребята помнили и знали о том, что есть институт садоводства, есть отечественная продукция, и есть герои, те, которые дали им право жить и в дальнейшем созидать и улучшать жизнь нашей страны и нашего государства. В матче сразились команды Измайлова сельского поселения Булатниковская и МФК Алексеевская Ступинского района. Игра была напряженная, победа далась нелегко, но после третьего забитого гола преимущество оставалось на стороне ребят из Ступина. Они и одержали победу со счетом 9-1. Победители наградили кубком и медалями, а институт преподнес детям сладкие подарки. Соперник был очень достойный, игра нам очень понравилась, победа досталась не очень легко, очень старались. На вопрос, что помешало победить команде Измайлова, юные спортсмены отвечали, что недостаточно тренировались. И это самый достойный ответ для настоящих спортсменов. Но, несомненно, причиной послужило много факторов, одним из которых мог быть неравный возраст команд. Андрей Климов высказал свое мнение на этот счет. Будем работать, у нас есть тренер с амбициями. И в следующем году мы просто выставим ребят того же возраста, и я абсолютно уверен, что будет другой результат. У нас не самая слабая команда, просто немного не рассчитали возраст. Тем не менее, выиграл или проиграл – это опыт, который в следующий раз обязательно принесет свои положительные плоды. Главное – не сдаваться и продолжать играть. Мне нравится играть в футбол. Это очень круто. Когда забиваю голову, мне становится радостно. Вот так, благодаря неравнодушным к будущему нашей страны людям и организациям, молодые ребята могут заниматься спортом, играть и развиваться. И важно во всем поддерживать подобные начинания. Ведь без поддержки даже самые благие цели бывает тяжело реализовать. Юлия Погосян и Адамья Наталья Буслаева. Видное ТВ.